всем привет всем доброе утро я начинаю влог в огороде и вчера я не снимала бог но я тоже занималась в огороде я сегодня покажу что я сделала я высадила рассаду некоторую и сегодня хочу продолжить высаживать рассаду у нас очень солнечно и тепло и я делала шляпку хоть еще и утро вот так что приступаем вчера мы купили в этом в центре вот такой плоскорез и теперь я им не только убираю сидераты вот это все что засеяно но и пропалываю сорняки очень удобный инструмент а а Так, покажу, что я сейчас успела сделать вчера. Я высадила сальвию, она уже начала цвести, по-любому ее пора высаживать, ну и погода уже позволяет. Вот смотрю, бутоны еще сильнее раскрылись со вчерашнего дня, значит ей хорошо. Вот эта цветет, вот эта, ну в общем, бутон начинает цвести. Сейчас я все еще располью. Здесь я высаживала очень мелкие бетонии, просто которые некуда было рассаживать. Здесь уже высадила крупные рассады бетунии, которая выросла. Посмотрим, приживутся ли малыши. Если приживутся, хорошо, если нет, высажу сюда тоже крупные. В общем, здесь это я вчера сделала. Здесь бетунии и сальвия. Сальвия вся будет красным цвести, будет просто красота. Кстати, бетуния здесь частично крупноцветная, тоже будет огромными цветами. У входа, у калитки будет очень красиво выглядеть. Смотрите, на вишню только наношу. Какая пышная, уже практически отцвела. Красота. Вот, и сегодня я также убрала вот эту пасту. У меня все горчица. Все сидиратами отсажено. Я убрала их. Так, что еще вчера стяжала? Вот тут у меня по краю это все капуста кальдаби. Сиреневый туман называется, фиолетового цвета. Тоже будет красиво вот так вдоль забора. Дальше вот здесь у меня фасоль. Один сорт золотая. И другой сорт зеленая. Кто видел, я показывала во влоге. Вот здесь я высадила... О, как он. Скажите мне, я скажу. Дикий чеснок. Медвежий чеснок. Вот тут два ряда. А вот тут я вчера высадила кабачки и цукини. Вот там полосатые. Потом зеленые. Потом желтые. Там золотой ключик. Или желтые, потом зеленые. В общем, все кроме белых кабачков. Ну, цукинки. Желтые кабачки. Короче, три вида кабачков вот так высадила вдоль забора вчера. Я не снимала, но вообще влог в принципе. Поэтому вот здесь у меня дикий виноград прижился. Это в том году мне давала его тетя. Вот видите, он заплетется по забору. Вот, выжил это хорошо. Ну и вот, в общем, вчера здесь все посадила. А сегодня вынесла цветочную рассаду. Вот это все циния. И вот тут два ряда циния. В принципе, практически все высадила. Сейчас там осталось несколько растений. Я их где-нибудь по участку распределю. Вот так решила сделать. Это юка. Возможно, мы ее будем пересаливать. Но пока она тут. В общем, здесь у меня цветочная полянка. Сзади будет фиолетовая капуста. Все вместе тоже. Думаю, как будет смотреться. Вот. Плюс капуста кайдаби. К ней подходить только, когда потом собирать. Поэтому пусть она будет там, чтобы не особо удобно было бы ходить. Поэтому здесь цветы около эркера. Красивые. Плюс цветами. Ну и плюс такая зона. Получается здесь вход. Вот они, тунии и этот. Ну, тут два вообще. Я же показала, да? Два ряда. Тунии получается. И сальвия. То есть здесь цинии. Вот это все. А вот здесь ряд георгин. Вот так сейчас сделаем. Вот они. Вот это все. Это георгины. А вот это все. Это цинии. Так, георгин тоже осталось несколько. Я их где-то высажу. Еще у меня по плану высадить сегодня капусту. Это брюссерская. Вот эти маленькие качанчики. Вот ее видите. Вынесла погулять. Она привяла. Ну, во-первых, я не поливала два дня рассаду. Во-вторых, солнышко. Она еще не привыкшая. Сейчас я, наверное, рассаду занесу, полью. Пока еще дальше дома стоит. Возможно, вечером я ее высажу. Планирую высадить вот тут. Потому что сюда тоже неудобно ходить. Тоже уберу сидераты. Уберу горчицу. Видите, какой плотный ковер. Вот. Сидераты очень помогают улучшить качество почвы. И потом само растение лучше растет. Ну и получается, вы соблюдаете севооборот. Например, вот здесь у меня росла капуста. После нее свекла. А теперь вот сидерат. И можно будет снова сажать все, что я захочу. Вот тут дальше другие сидераты. Вот это все. Это у меня века овсяная смесь. Кстати, тоже уже можно заделывать. В принципе, и что-то будет сажать. Но я пока не трогаю. Занимаюсь поочередно. А вот где сажаю, там и убираю. В остальных местах не убираю. Вот. Думаю, вот на этом участке посадить брюссельскую капусту. Ну, примерно. Наверное, больше места уйдет. Возможно, вот так. Как-то. Потому что на этот участок неудобно заходить. И что-то здесь сажать такое, куда надо будет постоянно подходить, обрабатывать. Я в прошлом году попробовала. Неудобно. Здесь ни дорожки, ничего. Поэтому. Ну, у меня тут, кстати, плелись арбузы и дыни. И тоже, в принципе, было нормально. Но когда зелень посадила, мне не понравилось. Шпинат тут сажала. Поэтому. Вот такой план. Планирую капусту. У меня ее очень много. Тут, получается, 40 с лишним кустов. Будет брюссельская капуста. Не знаю, буду ли я сажать белокочаную в этом году. Посмотрим. Но точно буду еще сажать брокколи и цветную. Но они у меня не рассады, а просто семенами буду сажать. Ну, начну с той, которая уже выросла и просится на огород. Вот тут. Попозже ее высажу. У нас уже жарко становится. Прям солнце печет. Я думаю, как бы мне не обгореть. Поэтому пока она пойдет в дом. Погуляла на солнышке и хватит. Так, мы уже собрались. У нас даже погода изменилась. Что, Маша? Нету? Тогда светофор. Вот там, с краю. Мы там выбираем мороженое. Короче, я сижу напротив ларька и мне уж показывают. Короче, которое я хотела, его нету. Он показывает, какое тебе взять. Вот. В общем, то, что я показала, все посадила, я очень довольна. Сейчас у нас почему-то накрапывает дождик. Но это такой шуточный. По прогнозу его не будет. А будет хорошая погода. Но я, по крайней мере, надеюсь, потому что я планировала вернуться и высадить капусту. У меня очень много брюссельской капусты, вот этой маленькой. И ее уже прям пора высаживать. Вот такие дела. Мы едем сейчас по делам мужа. И я хочу еще на закупку. Планируем зайти в овощной, купить все свежие овощи на салатик. И также планирую зайти в фикс прайс. И у нас тоже появился такой небольшой список того, что в фикси хочу купить. Ну, вот такой какой-то план у нас сегодня. Дела, покупки. Все, как обычно. Поехали с нами. Обожаю вот это мороженое. Батыр. Какое вкусное. Внутри сгущенка или карамель. И молочный шоколад с орешками. И пломбир. Очень вкусно. У него похоже на турбо. Это персик. Манглый персик, да? Нет, апельсин персик. Апельсин персик, очень вкусно. Апельсин персика. Ого. Мы делали такие основные дела. Приехали в овощной на закупочку. И, конечно же, фикс-пай. Здесь есть такой магазин у нас недалеко от дома. Тут отличный ассортимент. Еще здесь сейчас прогуляемся. Дома будет обзорчик. В Альберис заехали. Здесь у меня посылочки. Сейчас пойду мерить. У нас время 25. Мы вернулись домой. В общем-то, муж поехал еще по делам. А я вернулась в огород. Но он здесь рядышком поедет. Поэтому я решила не ехать. Он вернется где-то через часок. А я пока пойду высаживать брюссельскую капусту. Итак, обзор покупок. У нас и большая закупка в фикс-райсе была. Но начну я с остальных всех покупок, короче. Это мы заходили в красное и белое. Купили там вот... Мужу нравятся вот такие сухарики. С пчели. Я взяла себе вот такие с крабом багет. И вот такое безалкогольное пиво. Вышел на сайте, на котором мы смотрим фильмы. Вышел аватар. Поэтому вот. Короче, готовимся. Там трехчасовой фильм. Нужна серьезная подготовка. Это Wildberries. Я заказала спрей. Вот такой еще один. От Victoria's Secret. Вот так он выглядит. У меня такие духи. Мне они очень нравятся. Я решила с этим же ароматом заказать и спрей. Но духи там чуть осталось. Но я не стала снова брать такие же, когда мы в Сочи духи покупали. Потому что, ну не знаю, два раза подряд одни и те же духи, я думаю, мне надоест. Поэтому решила спрей для тела купить. Он, кстати, с блестками. Не знаю, как на камере видно или нет. Но он блестит. Вот такой вот спрей. Вот тело. И теперь из овощного покупочки. Так, вот такие вот штучки-кругляши. Это просто воздушный рис. Вкусная штучка. Десертик. Купила. Молодой чеснок. Как он пахнет? Вы не представляете. Ой, я бы так хотела передать вам этот аромат. Аромат весны. Укроп. Взяла побольше. Хочу сделать салат. Свежий салат. Он будет с укропом. С редиской. Молодую редиску купила. Молодые огурчики свеженькие. И пекинская капуста. Вот так. Укроп. Я еще... Ну, у нас пока еще укроп не вырос на огороде. А вот петрушка, кинза, лук зеленый. Это все уже на огороде растет. Поэтому только укропы докупила. А в салате будет много зелени. Всякой разной. Так. И еще в овощном огромное количество чечевицы. Мы часто варим супчики всякие. Поэтому и также подсолнечные семечки очищенные. Это мои такие постоянные покупки в овощном магазине. Ну, и теперь фикс прайс. Пойдемте. Я сейчас вас переверну и покажу все покупки из фиксов. О, вот тут хорошо видно. Видите, там частички. То есть спрей, он с таким мерцанием. С мерцающим эффектом. Очень приятный аромат. Прям рекомендую. Так, ну и фикс прайс. В прошлый раз в такой корзиночке бабушке фрукты дарили. И я поняла, что хочу такую корзинку, чтобы зелень собирать. Вот, например, я выхожу щавель на борщ собрать. И несу его в руках. Это не очень удобно. Потому что срезаешь, руки грязные. Потом надо дверь открывать. Все, щавель выпадает по дороге. А теперь, ну и в пакет тоже не очень удобно. Вот, хотела завести корзиночку. Огурцы будет удобно собирать. На руку повесил. Она легкая. И с ручками. И собираешь огурчики, кабачки. Ну, короче, для того, чтобы в огороде собирать урожай. И ее можно помыть. Можно прямо на улице помыть сразу, допустим, зелень. В ней она вся в дырочку. Вот, ну и в принципе легко моется. Просто из шланга можно помыть. Удобно. Такая корзинка стоит 149 рублей. Размеры ее 28 на 17,5 и на 17. Вот, такие размеры у этой корзинки. Если кому интересно. Гляньте, мы даже не брали пакет. Потому что у нас все поместилось в корзинку в эту. Вот такая она вместительная. Корзинка с ручками. Я выбрала фиолетовую. Там еще была розовая и зеленая. А мне как-то вот такой цвет нравится. Вот, решила ее взять. Так что у меня теперь огородная корзиночка имеется. Так, ну и вот еще набрали всяких снеков. Сейчас будут дома. Пополнили запасы. Что у нас позаканчивались всякие вот такие штучки. К фильму вечерком самое оно. В общем, муж выбрал вот такие чипсы. Раньше мы их, кстати, очень часто покупали. Это бульба-соломка. 79 рублей стоит. Вот с кетчупом очень даже вкусная. Похоже, вот как кетчуп Хайнс. Такой более кисленький, знаете, уксусный. Вкусно. Я себе взяла вот такие. Читтос краб. Мне вообще нравится вот такие. Аромат краба в чипсах. Ну и читос эти тоже классные. Вообще я читос люблю. 49,50 стоит такая. Большая пачка. Еще купили снова кокосовые чипсы. Постоянная наша покупка. Отличный состав. Эти с ароматом сливочная карамель. Вот. Я уже показывала как-то состав. Но все-таки мякоть кокоса, тростниковый сахар и морская соль. Все. 55 рублей за пачку стоят такие. Еще взяли арахис. Это мы оба любим. Поэтому взяла две пачки. Арахис в глазури. Только не сладкий. А этот с васаби. Ну такой он остренький, но в меру. Не слишком там, знаете, чтобы прям выжигало все на свете. Нет. Просто вкусненький. 33 рубля за штуку стоит арахиса цинцой. Так. Еще я взяла себе семена. У меня первый укроп, который я посадила, вообще как плохо взошел. Какие-то семена попались, видимо, плохие. Купила в фиксе вот такой лесногорский укропчик. Хочу еще раз укроп, в общем, посеять. У меня первый не взошел. Второй я еще жду. Ну, вроде уже всходит. Ну, там уже другие были семена. Ну, и вот решила докупить еще пакетик. Сейчас, слушайте, в фикс-прайсе семена все дешевле. Знаете, сколько стоит? 5,90 за пакетик. Еще две руколы взяла. Пока жары нет, она у нас растет. В самую дикую жару ничего такое уже не растет. Поэтому хочется вот наесться всяких таких вкусненьких травок. Вот руколу мы обожаем. Посажу два пакета руколы и укропчик. Также мои любимые чипсы морская капуста. Это морская капуста, обжаренная в кунжутном масле. Там такие листочки нори. 9 штучек. Можно их с рисом, с авокадо кушать. Очень вкусно. А можно просто так даже. Это потрясающая вещь. Я постоянно покупаю. 39,50 стоит за пачку. Еще купила вот такие антибактериальные салфетки. Для уборки я другие использую. А эти больше, знаете, для рук, для дома. В общем, тут 120 штук за 99 рублей. Отличная цена. Мне их очень запах нравится. Уничтожает 99,9% микробов. Но они без спирта. А для уборки я беру наоборот спиртосодержащие. В фикси там, по-моему, 30% спирта. А для рук, конечно же, лучше такие. Вот эти они как будто, знаете... О, они у меня были в пустых баночках, по-моему, на днях. Они как будто бы с увлажняющим кремом. Мне очень нравятся. Ну и запах, правда, такой приятный. Очень нежный. Также постоянная моя покупка густое масло. В этот раз взяла репейное. В прошлый раз у меня была горчичная. Вот. Мне нравятся репейное и горчичное. Есть еще перцовое. Но я вот эти больше люблю. Хорошо увлажняет, питает. И это как обычная маска для волос. То есть это на самом деле не масло. Так просто называется. Выносите как маску, держите 3 минуты. и смываете. Волосы очень хорошо расчесываются и блестят. Ну и запах приятный. 79 вроде стоит такая масочка. Сейчас я ищу. А, 68. 68 рублей. Ну, этого надолго хватает. Тут 155 грамм. Я думаю, так раз на... В зависимости от длины, но даже на мою длину раз на 7. Я думаю, у кого волосы покороче, так вообще и на 10 раз хватит. Так, еще удон. Вот этот нам нравится. Последнее время я все время его в фикс прайсе покупаю. на всякие блюда. Вот именно удон мне отлично подходит. И он варится быстро всего за 3 минуты. 33 рубля стоит такая пачка. Тут 400 грамм. 450 даже грамм. Отличная цена. И конфетки. Конфетки Зула. Это у нас лесная ягода. Ну, какие были. Это мы постоянно тоже покупаем. Любим. 79 рублей стоит за пачку. Все. Вот такие покупки еще из фикс прайс. У нас сегодня были. Все. Пойду разбирать. Это все добро. Раскладывать по местам. И отправляюсь в огород высаживать капусту. Потому что в итоге дождь не пошел. Погода еще хорошая. А завтра вроде как дождь обещают. Поэтому бегу, лечу. Ну, в общем-то, я уже в огороде у нас тепло. Но я решила накинуть кофту. Все равно витерочек такой какой-то легкий есть. Одела шляпу, потому что снова вышло солнце. Дождя как и не было. Сейчас покажу вам, сколько у меня капустной рассады. И я все это планирую сейчас выхрадить. Какая косточка. Вся брюссельская. Цветные броккори я посажу семенами. Боже. Получилось много. У меня здесь вроде бы 40 штук. И здесь еще чуть-чуть 6 штучек. И это я еще. Некоторую мы съели как микрозелень. Просто мне на подоконниках некуда даже было это бы ставить. Ну, что. Я, в общем, как сказала, буду сажать здесь. Сейчас я уберу здесь вот этот седерат. У меня горчица. Я все это скашу. И буду сажать нашу рассаду. Цветы. Просто красота. Посмотрите. Все это радует. Супер. Уже и муж приехал. Я все здесь была. Очень долго, конечно. Пока каждую ямку выкопаешь. Пока седераты я сначала срезала, разровняла. Потом, ну, вот эти ямки. Потом каждую посадить. В общем, посадила все. Оставила две маленьких капусты запасных. На случай, если кто-то вдруг у меня тут не приживется. Ну, обычно приживаемость, она практически стопроцентная. Ну, на всякий случай. Если даже они у меня останутся, я их где-нибудь примощу. Эти два кустика. Вот. Расстояние между капустами метр. А, между капустами 50 сантиметров. Между рядами метр. Вот такая посадка. Все. Тут у меня получилось 40 с чем-то кустиков. Точно не скажу, но я думаю, это и не важно. Все еще полила еще раз. Там, где кабачки сажала, свои седераты. Тут вот осталась горчица. Тут века овсяная смесь. Вот. И тут остался кусочек горчицы. Видите, какой квадратный участок остался. Я здесь что-то посажу потом. Вот. Ну, и цветочки, они в порядке. Все с ними хорошо, которые я сегодня высаживала утром. И остался еще вот здесь такой огромный участок, который я тоже каким-то образом чем-то засажу. Вот. Ну, посмотрим. В общем, главное, что сегодня я справилась и сделала столько. Вообще, за вчера и сегодня были такие теплые классные дни. Я столько всего успела. Я прям очень довольна. И, наконец-то, подоконники чуть-чуть хоть освобождаются. Все подоконники у меня. Но это петуния. Тоже буду скоро высаживать. Освободила единственный вот у меня в спальне подоконник полностью пустой. В спортзале еще чуть-чуть осталось. Тоже цветов. Ну, вот так. Здесь у меня помидоры. Они еще долго. Ну, как долго. Но все равно какое-то время еще постоят. Здесь помидоры, острый перец. Тоже петунии. Короче, на следующем окне тоже. Везде, везде рассада. Ну, потихоньку уже теперь она у меня выходит на улицу. И, знаете, сразу так красиво, когда не просто, ну, как бы ничего нет, а уже какие-то крупные растения. Этим, конечно, рассада радует. Что ты сразу посадил, и у тебя тут цветы. Красота. Что еще хотела показать снаружи в моем палисаднике? Какая красота. Зацвели. Вот то, что мне тетя давала. Витучка. Она зацвела. Смотрите, какая красота. Вот такие у нее цветочки. Ярко-фиолетовые. Она заплетает прям все-все-все. И это очень красиво выглядит. Она сама такая бордовая. Ну, вот видите как. Сейчас. Зелено-бордовая. И эти яркие цветы весной. Очень классно. И она забивает сорняки. Она в высоту не растет. Прелестное растение. Петунии выжили. Вот маленькие. Посадила, которые некуда просто было деть. Уже не хотела я еще рассаду. Мне некуда даже было ее ставить. Но вот она вся петуния. Вроде как в порядке. Живая. Если кто не приживется, у меня очень много. Поэтому я еще посажу. Вот. Но то, что вот эта плетучка так красиво смотрится. Это, конечно, фантастика. Смотрите, какие цветочки. Миленькие, фиолетовые. Только-только она распускается. Красота. Тут все полито. Это вчера тут муж поливал. Стараюсь поливать, чтобы все выжили. Вот. И цветочки. И тут я уже засеяла по краю вдоль забора амарант. Вот здесь еще цветы. В общем, всякие семенами. Поэтому скорость здесь будет красота. Пообрезали юки. Такие они красивые. Большие. Вот. Тоже, в принципе, юки все прижились. Очень красиво смотрится. И газон. Смотрите, как хорошо, когда он по краю. Когда поливаешь, оно сюда текло. Вода. А теперь будет такой импровизированный заборчик из травы. И смотрится это красиво, эстетично. И будет защищать от потоков воды. Мне нравится сейчас, как выглядит полисадник. Конечно, когда здесь будет море цветов, это будет вообще красота. Посмотрим, что тут вырастет семенами. Остальное рассадой досажу. Вот как-то так. Уже дома. Я так довольна тем, что я все посадила. Конечно же, всегда рассчитываю, что думаешь, еще руколу посажу. Еще укропчик, который я купила. Но, знаете, время полвосьмого. Уже солнце садится и становится прохладно. Короче. План максимум и так выполнен. Пройдут дожди. И снова буду сажать. Гляньте, я вся в земле. Даже на лбу. Руки тоже все чумазые. Ну, короче, пойду я, наверное, купаться. Будем мы сейчас смотреть звезды в Африке. Отдыхать. И... А, знаете что? Еще муж привез мороженку вкусную. Еще, кстати, этот... Газировка. Упаковка. Сейчас покажу. Мороженка. Где-то тут. Ой, стучки. Я вообще просила одно. Такой упаковки крем-брюле. Он говорит, крем-брюле не было. И тут не брал. Много чего. Место крем-брюле. В зал мне очень нравится вот такое настроение с шоколадной крошкой. Там внутри шоколадный топпинг и шоколадная крошка. Но топпинг я не особо люблю, а вот крошку обожаю. Еще спиннер. Сырная. Фруталета. Еще один спиннер. Фитнес апельсин. И океан баблгам. Вот такие еще мороженки. Ну, а я пойду, в общем, купаться. Умываться. Будем смотреть телек, отдыхать. И я еще планирую запустить стирку, посудомойку. В общем, все как обычно у меня по вечерам. Спасибо, что провели с нами этот день. И посмотрели этот влог. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Поддержите наш канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. До новых встреч.